Всем приветик! У нас утрица, я уже сбегала в секонд-хенд к 9 утра на 90% скидки. Ставлю в этот раз секонд-хенд во влог, потому что сегодня было мало и покупок, и примерки. Смотрим. Смотрим. Молнии работают. Это пуховик, потому что только что перышко вытащило из шва. Вот. Вера. Вера Мода. 254 рубля мне вышло. Ну, куртке, конечно, тяжело найти на 90% скидка. Но здесь, конечно, есть небольшой дефект. Это вот такая маленькая-маленькая дырочка, прожженная, видимо. Ну, может, сигареты или еще чем-то. Вот. Ну, ее почти даже и незаметно. Ну, в принципе, можно зашить, но ее даже и так незаметно. Она вовнутри, вовнутри как бы рукава, так что ее не видно, если только присматриваться. Дальше, как я вам уже говорила, на 90% скидки очень трудно найти себе моего размера. У меня 46-48. Мне нужны джинсы такого, приблизительно 46 размера, но чтобы они обязательно тянулись. Тогда они на мне хорошо, нормально садятся. Вот. Короче, выбора, конечно, мало, но я нашла. Искала долго. 106 рублей. Такие нормальные, прикольные. Джинсы. Тут впереди черные. Да, как варенки или такие, как помятые как будто. Фирма, фирма не знаю какая. Такая, может, кто знает. Ну, короче, не знаю. И сзади тоже, а сзади синие. Короче, впереди черные, сзади синие, тоже как помятые. Ну, прикольно. На мне хорошо сели, наконец-то, говорю. Очень трудно найти. Наверное, такой ходовой размер может быть. Почему-то на 90% скидки очень мало остается таких размеров. Так, ну и сделала две кофточки для дома. Одну Лере. Вот, уже тоже ей надо обновить для дома кофту. У них какие-то все в пятнах, какие-то все уже страшненькие. Сделала нормально. Такая она удлиненная, ну, с леггинсами. Вот. И себе тоже. Тоже. Вроде кофт много у меня, но все какие-то мне не нравятся. То просто не нравятся, то короткие. Во-первых, вот эта вот кофточка у меня есть для домашняя. Тут уже в пятнах. Но она, видите, короткая, не очень мне нравится. И раз подняла, все, пузо голое. Скорее всего, я ее отложу потом. Просто нечего носить. А эту вот кофточку взяла. Буду носить. Рукава я дома или с короткими люблю ходить, или три четверти. Ну, чтобы не мешались, да, когда готовишь, убираешь. За 52 рубля вот такая. По-моему, на спине что-то было. Какие-то надписи. Ну, да, что-то тут. И Лерина 42 рубля. Такой материал приятный. Прям не знаю, хэбэшный нет. Скорее всего, нет, не знаю. Но приятненький очень материал. Дома ходить. Четыре этих вещички у меня вышло. 454 рубля. Вот, и сейчас залезу на свою шкаф. Думаю, надо немножко расхламиться. Просто взяла две попавшиеся вещи, которые я не хочу носить. Ну, во-первых, вот это мне соседка отдавала. Она как бы поправилась. И мне решила отдать тоже свои вещички. Но все-таки я сначала померила вроде нормально, а потом один раз одела. То, что для съемок. Вот, и все-таки она мне узковата. Она постоянно какая-то пугучка расстегивается. Но все-таки узковатая. Вот, а так красивый цвет вообще такой. Синий. И вот это. Это я тоже покупала в секунде. Только за 30 рублей, я уже не помню. Ну, что-то тоже для дома носить. Долго она у меня лежала. Потом я про нее вспомнила. Раза два я одевала. Но все-таки нет. Даже для дома неудобно мне. Ну, во-первых, она как майка, не как футболка. Это я уже себя дискомфортно чувствую. Я люблю все-таки больше футболки, чтобы были, а не как майки. Это раз. И, во-вторых, тоже где-то на пузе постоянно расстегивается пуговичка. Ну, короче, неудобно все-таки. Все-таки мой вариант это вот футболки или какие-то такие вот кофточки. Но нет. Так, это я сейчас все убираю. Конечно, выкидывать не буду. У меня уже на балконе пакетик сложился. Там, скорее всего, отправиться в деревню кому-нибудь. Так. Нормальная курточка. За 254 рубля. Так на весну. Со штанами, как всегда, проблемы. Большие. То маленькие, то большие. 92 рубля такие, что. Эти даже не застегнулись. Надежда умирает последней. Я думала, хоть в эти влезут. Они что, влезли? Неужели? О, для дома кофточка. Удобная. Раковатая четверть. Ну, не знаю. У меня таких кофт много, в принципе. Наверное, нет. 72 рубля. Куда мне ходить? Дома мне неудобно. На улице. Что-то как-то не очень. Не. Так. А сейчас мы с Лерой будем разбирать, расхламлять ее второй шкаф. Который был здесь. Вот первый мы в тот раз расхламляли. Теперь с домашними вещами. Теперь второй. Еще хотел сказать. У меня сейчас, помните, когда я вам снимала, у меня тут дверь стояла. А я хотела сюда досочку поставить. Только что приезжали и только что купили у меня дверь за тысячу рублей. Так что плюс еще в копилочке совита. Только надо тут обои отходят. Там мы вообще не клеили. Надо все будет это подклеивать. Ой, сколько это лета дверь стояла. Так. Ну что? А здесь у нас, что у нас тут? Футболки. Но это уже не домашние. Сейчас какие-то, может, домашние пойдут. Какие-то, может, опять на отдачу. Футболки, шорты. Готовимся к лету. Быстрее. Быстрее. Так. Так. Сейчас Лера будет говорить, что она будет носить, что она не будет носить. Это я не буду носить. Да? Они уж те маленькие, наверное. А почему ты не будешь? Тебе хорошо? Страшные стали. Да? Но они и маленькие, наверное. Да они и страшные, ими стали. Да, сейчас Лера все мне отдаст. Этим я люблю. Ты померь, мне кажется, ты же выросла. Мерь. Деревню померить. Ну, Лер. Ну, я потом уже для деревни. Давай, давай. Я пойду сейчас суп поставлю. Лера только из школы пришла голодная. Ее быстрее шкаф разбирать. Ну, потом шорты. Ну, да, померишь. Отложи, что померить. Это я буду носить. Так, а я сейчас все буду складывать. Ой, еще цепочка какая-то. Остатки. Это твое? Короче, это мусорка. Тут мусорка подстала. Так. Это я дома носить. Ой, вот это страшненький. Это мой, наоборот, крутой топик. Ой, как он меня бесит. Она его секондик покупала. Он меня так раздражает. Вот этот вот рисунок какой-то. Я не знаю. О, я забыла про этот красивый топик. Ой, сколько мы в секонд-хенде, вернее, покупали вещей. Себер на топ. Я уже тоже беру иногда, открываю. И говорю, о, у меня оказывается такая есть. Оказывается, такая есть. Мы даже уже не помним, что у нас есть. Это я буду носить. Ну, эти они мне в прошлом году были. Что ты манёшь? Ты не складывай, я сама сложу. Они уже мятые, всё. Не складывай, они у него ещё ты были мятыми. А, эти шорты, которые тебе понравились. Так, это значит, ты дом будешь носить, другой ящик. Это я... Это мы отдаём. Это я могу тебе не знать. Лер, говорю, не надо так сминать. Чё ты, эти шорты? Тебе не нравятся? Я буду, но я не знаю, куда мне от них ходить. На улице прикольные, спортивные штаны. Чё тебе не нравятся? Ой, это я, правда, люблю всё спортивное такое, всё удобное. Моя шорт, она... Прости, тут похоже на нормальный. Чё? А зачем ты туда ложишь, что? То есть я буду мерить. А, это ты будешь мерить? О, нифига. Можешь забыла, ещё третий тоже. Это что вообще? Это у меня откуда такое? Хотя я это всё гладила. Ты вообще откуда? Секунда, откуда. Всё, это я помню. У меня есть такие вещи. Да я же сама даже не помню. Ты мне что заставила купить? Я не помню уже. Ну тогда... Не мне, я сложу. Ты дома ходи. Чё, не будешь на улице такой ходить? Это мои шорты. Это мои шорты, чё ты такие большие. Ну померяй. Ну не мои же. Твои не мои. У меня такая классная. А чё ты на улице такой не будешь ходить? Улицы нет. Мне нравится. Я как будто ты с ковсами попрышила. Ну что, они тебе как раз. Это твои. Да нет, я у них неужели. Это твои шорты. Ну померяй, Нина. Тоже померяй. Нет. Да это не мои, это твои. Это вообще что? Ой, юбку ты такую точно не будешь. Значит, она уже короткая. Такая. У Леры валяется, валяется. Она толстая. Они и так в юбках не ходят. Это как бы зимняя. Я хочу посчитать, сколько у меня. Короче, отдаем. Мама, я буду считать, сколько у меня только. Раз, два, три, четыре. На этом закончим. Сейчас. Это что? Настя отдавала. Пять. Настя отдавала? Шесть. Шесть. Это все равно подносить, хотя он уже рваный какой-то. Знаешь, я уже как-нибудь. Семь. Ой, вот этот у тебя дырявый был. Он у тебя помнишь, с дыркой он какой-то где-то был. Я помню, я его зашивала, 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 зашивала. Да, да, вот я буду ходить, она мне нравится. Ну, не чтобы я на улице ее никогда не одела, если только на калибру. Давай для дома оставим. Куда-то, куда-то я себе плавать пошла. О, мой любимый топик. Ой, это вообще капец. Он просто в обтяжку. Ну, вообще, он на вид как будто лет до два годика. Маечка. Я, кстати, в этом отделе его брала. Кошмар. И сколько у меня уже топиков? Будешь мерить его? Да нормально, он меня не трогает. Ладно, не знаю, давай дальше. Тянется. Сколько у меня будет? Ну, Лера. Это такой топик. Раз, два, три, четыре, пять. Ты сейчас все перемяла уже. Семь. О, это древний. Это вообще древний. О, восемь. Он уже выгоревший. Вот. Вот это, может, хоть не будешь носить уже? Буду, дома. Какой дома в таких топикахах? Буду дома носить. Не мне. Десят. Да не будешь ты дома носить? Я буду. Штаны мне только дай. Ну, давай отдадим. Нет. Все. Не будешь ничего отдавать, я сказала. Буду. Ничего не тебе. Ну, это страсть даже для дома. Не будешь ты дома с голым пузом ходить. Почему это? Да ну. Я не туда ничего нового не куплю. Ты мне всякая цель за два рубля не можешь новую вещь купить? Почему? Я не знаю, как это я и медобычную. Все, отдаем. Ну, ведь купишь. Она выгорешила. Я тебе знаю, мне так все время говоришь. Уже ему лет, я не знаю, года четыре она его носила, вообще почти не снимая. Глава, чтобы пузо было голое. Что там дальше? Ну, трюмень страшный. А он от чего? От платья, которому клое на свадьбе. А, он от платья, ну пускай. Вот это нафиг вообще нужна. Мне тоже не нравится. Это я еще в том году надеялась, что мы поедем в Сочи, поэтому бы оставила. Да, это тоже нам кто-то отдавал, уже не помню кто. Тут по бокам сетка. Ну, она тоже, из угла в угол ее перекладываем. Если бы мне было 16 лет, чтобы я... Ой, вот эту давай отдадим. Это моя любимая кофта. Ну, не кофта, а эта. Как меня вот эта тоже раздражает. Ну, ее носить некуда. Не что, что раздражает, ее носить некуда. Это вот где... Да, вот когда мне исполнится 16 лет. Это где там на ширинке, короче, застегивается. Когда мне исполнится 16 лет. Когда исполнится 16 лет, ты уже скажешь, нахрен мне это нужна. Или вообще в нее не влезешь. Я, кажется, сам к ней на концерт пойду. Правда, там плюс 16 лет. Еще один топик, что ли? Нет, не топик. А, да, топик. Вообще дом хотел в этом. Ну, прикольно, что и дом. Нормальный, на улице. Почему у меня дом? Ой, твоя любимая, которая... А вот эта тоже, по-моему, рваная была, не? Это не знаю. Это просто она тебе понравилась. Нет, что-то мне не понравилось. Ты мне ее даже сама в секунде купила. Нет, то ли она рваная, то ли что-то в ней было. Ты будешь ее носить? Да. Смотри. Не мне, не надо применять. 13-й топик. Опять топик. Либо 13-й. Капец, все красное. Это хоть нормальные топики, как новые. А тут выигрыши. 13-й. Ну, вот это там что-то было тоже рваное. Резинку, я помню, тебе зашивала. Вот это стань ты от меня. Ну, да, я... Мне вот все. Я гладила, гладила. Капец, сколько топиков. Ну, это закончилось. Все? А, нет. 15 вот. Это тоже старенький. Ой, я помню, ты ненавидела эту кофту, она мне очень нравилась. Ой, кошмар. Нет, достаточно нет. Я про нее забыла. Ну, хоть дома носи ее. Ну, да, она уж какая-то грязная. Но дома я ее носила. Она не была, она не грязная, она такая и была. Это Лера с секондди взяла. Я говорю, тебе зачем она нужна? Типа тут Лера. Ле-а. Ей понравились инциалы. Розовая была. Аня тут тоже брязнышки, да? Ну, дом поносит. Мы из дома в этот раз выкидывали, расхламляли. Теперь обратно туда. У нас переход. Так. Из хороших вещей в домашний, из домашний. Вообще, эту кофту я хотела носить в школу. Ну, когда я ее надела, я стала как будто какой-то... Ну, ты говори, не будешь ее носить? Это Настя, по-моему, да? Настя тебя дала. Зачем Настя покупает полосатые кофты? Ты ее будешь носить? Лер! Я думаю! Думает она. Не хочу. Правильно. Между прочим, да, одно из правил расхламления, если ты в чем-то сомневаешься... Не знаешь, значит сразу выкидывай. Значит, сразу выкидывай. Ну, мы отдадим. Вот это тебе понравилось, а мне вообще сейчас не нравилось. Какая-то штука. Как у этого. Как у сурки какой-нибудь. А ты, по-моему, ни разу не ее одевала. Я индейец, я индейец. Дальше, дальше. Вот. Что? Это маленький нарж у тебя. Это вообще что? Это вообще у меня когда такая кофта? Откуда? Я танцю, но... Брит. Не, ну, думаю, я там буду ходить. Ну, откуда он? А, это я хотела штанами. Для дома? Да. А что он тут делал это? Ну, это ты мне сказала, но он хорошее, поэтому... Ой, этот топик мне тоже понравился, но он зеленый. Ты его не будешь носить? Буду. Почему? Ты его померь. Вот сейчас вот прям возьми и померь, я посмотрю, как на тебе он будет. Мне кажется, он тебе на носу будет, этот топик. Да не будет. Так, купальники. Где-то у тебя там еще целый ряд купальников. Где-то там. Пускай мы потом их разберем все вместе. Это тебе понравилось. Да, мне это понравилось, но она тебе была большая в том году. Мне представляло просто тебя в джинсовых шортах и вот в этой классной оставим. В моих мыслях это ужасно. Оставим, короче. Вы понимаете, джинсовые шорты и вот эти. И белые вот это классные. Если были тряпочные шорты и топик тряпочный. А джинсовые шорты ты уже отдала, их у тебя уже и нет, да? Эти? Нет, джинсовые обычные. Эти мне так нравились, но они на низкой талии, поэтому я должен их носить не буду. А на низкой талии. А это откуда они у тебя? Тут отдавал? Тоже сэконт. Сэконт. Да, Лер не любит низкую талию. В принципе, я тоже не люблю. А это я четвершой хотела бы. Четывершой. Это юбка шорта. Она тоже на низкой талии, но я ее на ремень храню. Тоже не будешь носить? Ой, тьфу, ты зачем-то. Буду. Душан, тебе как раз? Ой, вот это вообще не нужно. Ну, может быть, когда-нибудь я ее одела. На море, да? Нет. На море нет. На море я буду ходить. Значит, да, мы ее тоже оставляли, наверное, для моря. Это без лямок. Без лямок это одевать с купальником. Типа, может, оставим? Все-таки. Мы уже какой год ее оставляем, мечтаем на море поехать. И так и не едем. Ну, надеемся... Потому что в карантина еще. Да, надеемся, что в этом году хотя бы съездим. Только в конце лета. Ну, давай, ладно, оставим. Еду. Все, давай, мерь шорты быстренько. Я это все складываю быстренько. Мерь. Это мы отдаем, это мы переносим туда, в тот ящик у нас полупустой. Давай эти шорты померь, а не тебе как раз. Просто померь. Ну, померь. Да я не влезу, ты чего? Не на одну ножку. Все, это я складываю. О, Лера. Свой топик для двух годиков, который поверил. Ну, нормально, ты думаешь, что таких топиков не бывает? Ничего, ладно. Ой, это бомж. Как этот, боксер. Вот. Ну, ничего, дом поносишь. Нет. Ой, сумасшедший. Так, что, сюда мы все уложили. Теперь здесь места много осталось. Короче, тут футболки, топики. Шорт три штуки, бриджи одни. Это платье, это платье для моря. Это платье еще одно такое спортивное у нее. И еще одну футболку все-таки мы отдать вот эту. Ну, какая-то она страшненькая. Отдадим. Извини. Так. Ну, все. Суп готов. Сейчас суп погребу. Супчик щемейный. Вчера готовила. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите. Всем счастливо.